33 занятие по редактору Brackets. Ставим лайк этому видео и подписываемся на наш канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. В этом уроке мы разберем одно классное расширение под названием Response for Brackets, которое позволяет настраивать адаптивный дизайн сайта прямо из нашего редактора. Однако есть одно большое но. Данное расширение еще в стадии глубокой-глубокой разработки, и поэтому в нем есть достаточно много косяков. Почему же я вам про него рассказываю? Оно действительно интересное, оно действительно полезное, и вы должны про него знать, потому что когда его доработают, это будет вещь, которой вы будете пользоваться на 100%. Итак, поехали. Идем в менеджер расширений и вводим название в поиски. Так, называется оно, как я уже говорил, Response for Brackets. И видим, здесь у нас есть два расширения. Так вот, я ставил это, и оно у меня работало с большими глюками, то есть я так и не смог довести работу до конца. С этим кое-как у меня получилось. И я здесь думаю, что здесь причина именно в винде, то есть у меня стоит винда, и вот это расширение в винде нормально работает. Автор же сам, получается, разрабатывал тут вроде как на Mac, я уже точно не помню, и получается, если у вас не винда, то попробуйте использовать Response for Brackets Original. Итак, я устанавливаю обычный, без приставки Original, закрываем, и после установки появляется вот такой значок телефончика на нашей панели расширений. Теперь смотрите, выбираем файл index.html, то есть именно его, и нажимаем на телефончик. И сразу же обращаю ваше внимание, что после запуска расширения у нас создается файл media.quires.css. Если вы используете другое расширение под названием Original, там дополнительно создается папочка CSS, и этот файл размещается именно в ней, то есть, ну, чтобы вы не путались. Далее, смотрите, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть вот такой вот ползунок, и мы его можем двигать и смотреть, как наш сайт смотрится, видим, при ширине экрана 500, например, пикселей. То есть, видим, буквочки здесь у нас ездят в зависимости от нашего ползунка. Так, что здесь еще есть? Как это все дело работает? Смотрите, например, мы... Ну, вообще, этот сайт очень плохой пример. Я, кстати, под этим видео размещу ссылку на оригинальное видео автора, там на английском он показывает, но там все понятно предельно, и вы увидите, как это расширение работает на примере разработки более-менее нормального адаптивного дизайна. Здесь же мы все упростим максимально, чтобы не тянуть видео. Итак, давайте, например, мы сделаем следующее. Поставим ширину экрана 860 пикселей, допустим. Ну, просто это для теста. Никакой логики я здесь не преследую, просто чтобы вы видели, как это все дело работает. Итак, вот как выглядит наш сайт при ширине экрана 860 пикселей. Также не забываем, что здесь еще не учитывается скролл. То есть, вот такая линия 24 пикселя шириной. То есть, фактически, экран будет в браузере чуточку уже. Дальше двигаемся. Что здесь следующее? Например, вот мы хотим поставить 860 пикселей и сделать, чтобы при этой ширине экрана некоторые элементы смотрелись по-другому. Мы нажимаем на значок плюсика, и у нас появляется вот такая полоска. Видим, да? Теперь, смотрите, мы включаем режим инспектора. Щелк. И теперь я навожу на любой тег, и он у меня выделяется. Видите, да? Вот так, вот так. Давайте, например, выберем тег вот этот, h1. Давайте мы щелкнем, и обратите внимание, ничего не происходит. То есть, это тоже такой досадный глюк. Но на самом деле этот тег, видим, он здесь выбрался. То есть, если я вот изначально сделаю окно чуточку повыше у себя, то у меня начинает все это ловиться нормально. Видим, тег h2 выбрался, тег h1, класс div block. То есть, уже нормально выбирается. То есть, ну, это такое недоразумение, как я вам уже говорил, что плагин еще в стадии глубокой разработки. Далее, давайте мы, например, выберем тег h1, и здесь нажмем Ctrl, вот выберем его. И как мы вызывали Ctrl-E или Command-E, точно так же мы сейчас вызываем панельку. Ctrl-E, и у нас появляется вот такая панель. И здесь давайте, например, что мы хотим. Например, чтобы при ширине 860 пикселей тег h1 был по центру. Давайте мы напишем. Текст, олиган, центр. Так, вот так вот. Точка запятой, видим, он стал по центру. Теперь обязательно смотрите, как работает дальше, потому что я долго с этим мучился. Теперь опять жмем Ctrl-E, когда мы уже разместили. И отключаем, видим, да. И теперь уже можем выбирать следующий, например, тег. Тег h2. Опять-таки, выделяем его здесь. Нажимаем Ctrl-E, и сюда давайте тоже допишем текст олиган-центр. Так, текст олиган-центр. Центр. Точка запятой. Опять-таки, жму Ctrl-E. Не нарушайте очередность порядка действий, потому что он перестанет нормально работать. Далее, выбираю инструмент блок, и, точнее, наш блок с анонсом статьи вот таким импровизированным. И опять-таки, жму сюда курсором, нажимаю Ctrl-E, и здесь давайте мы добавим свойства. Так, margin 20 пикселей и auto. Так, auto. То есть, блок тоже разместили по центру. Опять-таки, жмем Ctrl-E, отключаем режим, и видим, что у нас в итоге получилось. Вот так вот. Так, дальше, например, следующее разрешение экрана. Давайте мы скатимся h до h до 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 до. То есть, вы так вот смотрите и видите, где-то, если какой-то элемент выпадает, вы жмете плюсик и указываете, как он должен себя вести при этой ширине экрана. Так, далее. Давайте мы еще ниже опустимся. Так, давайте. Ну, в принципе, тут у нас нормально все. Давайте вот до 300 мы опустимся пикселей и видим, вот как у нас ведет. Вот кнопка съехала, шрифт уже слишком большой. И помним, что я вам говорил про полосу прокрутки. В браузере стандартно она идет 24 пикселей. То есть, давайте мы укажем не 300, а 324. Так, 324. Вот так вот. И опять нажимаем плюсик. У нас появилась, видим, новая ширина. И мы двигаемся дальше. Опять давайте мы выберем тег h1. Опять нажмем Ctrl-E. И здесь давайте добавим Font Size. Например, Font Size. И 1.6EM давайте напишем. То есть, сделали поменьше точкой запятой. Жмем Ctrl-E снова. И теперь опять ваше личное руководство. Выбираем это тег h2. Как они будут себя вести. Тоже давайте мы сделаем их поменьше. Вот тут вот Font Size. Меняем он тут уже прописан на 1. И давайте 4, например. Вот так вот. Видите, да? Замечательно. Теперь давайте вот еще я Ctrl-E отожму. Выберу нашу кнопочку, например. Вот она. Так, это сама ссылка у нас оформлена. Жмем Ctrl-E. И здесь, например, так, ставим Font Size не 20 пикселей, а 1EM. То есть, кнопочка поменьше становится. И она теперь не будет уже так выезжать. Так, дальше. Еще один момент. Давайте вот мы, например, ну, чтобы вам еще побольше практики, сделаем, чтобы это поле, оно не было видно. Так, Ctrl-E. А, у нас тут нету стилей. Видите, опять-таки, стилей к этому полю нету. И я уже не могу ничего сделать. Вот так вот. То есть, ну, вот такие маленькие глюки, они все еще есть. Но плагин, как я уже сказал, дорабатывается. Итак, в принципе, мы с вами тогда сделали, будем считать, что сделали первую настройку нашего плагина, сайта по этому плагину. Поэтому давайте его теперь отключим. И посмотрим на наш файл MediaQuest CSS. Щелкаем. И видим, что сюда добавились свойства. То есть, если максимальная ширина экрана 860 и ниже, то наш тег h1, h2 и блок становятся по центру. Если максимальная ширина меньше, чем 324 пикселя, они не только становятся по центру, но дополнительно и уменьшаются в размерах шрифты. Видите, да? И так можно работать полностью со всем сайтом. Далее давайте пройдем. Что нам осталось сделать? Это подключить вот этот файл MediaQuest CSS к нашему индексу. Давайте мы скопируем вот эту строку. Ставим сюда. Здесь я просто так, 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 где-то переименовать. Например, нажму. Скопирую название файла. И вставлю вот сюда. Вставляем. Нажимаю Ctrl-S. Сохраняем. Так, мне тут плагин просит закачать. Нажму пока отмену. Дальше. Смотрите. Я теперь выбираю Live Preview. Давайте посмотрим, что у нас будет делать сайт. Итак, вот наш сайтик появляется. То есть, вот как он выглядит в оригинале. Давайте мы правой кнопкой выберем просмотр кода элемента. Так, у меня появляется такое окошко. Окошко, смотрите, оно может у вас изначально быть внизу. Жмете вот на этот значок, и оно появляется здесь. И смотрим, как это все дело работает. То есть, сразу же обратите внимание, что когда вы двигаете, тут появляется ширина экрана. Видите, да? И давайте вот мы сделаем ширину 860, например. Видим. И у нас все стало по центру. Затем мы делаем ширину еще поменьше. 300 пикселей, видите, да? 320, вот. 324. Видите? И здесь тоже уменьшился размер, уменьшился шрифт в кнопочке. То есть, ну вот таким каром все полностью настраивается. И еще один момент, друзья. Еще раз напоминаю, что прямо в описании к этому видео я размещу ссылочку на оригинальный видеотуториал от создателя данного плагина. Там он показывает пример работы на реальном сайте. Правда, там все на английском. Но сразу говорю, что там, в принципе, все понятно. Итак, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился цикл уроков по редактору Brackets. Если у вас есть еще на заметку какие-то плагины, я буду благодарен, если вы мне их оставите в комментариях, чтобы я их рассмотрел, в случае чего записал новые видео уроки по этому редактору. Ну, в принципе, на этом тогда все. Не забываем ставить лайк нашему каналу на всех видео и подписываться, конечно же, на него. Всего хорошего. На связи с вами был Сергей.